И так пацаны, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы снимем с новой серией на проекте Родина Роллиплей. Сегодня у нас будет подробный обзор на глобальное обновление, которое вышло буквально час назад, я уже записывал как бы это видео про обновление, но к сожалению у меня не записался звук, потому что я забыл включить микрофон, да пацаны, такое бывает, но ничего страшного, я сейчас перезаписываю видео, надеюсь оно вам понравится, вся информация как начать со мной играть есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Так, буквально сегодня вышло глобальное обновление, еще одно получается, я выложил видео с реакцией на глобальное обновление и буквально через час уже вышло это обновление, и сегодня мы посмотрим подробно что добавили, получается вот такой вот райончик добавили новый, в котором есть три дома, три многоэтажки, очень красивые, сейчас мы их посмотрим, там есть квартиры, но пока что их купить нельзя. Пока что короче купить квартирки пацаны нельзя, потому что будет слет как бы этих квартир, они тем более очень пиздатые, сейчас я вам это все покажу, так давайте я джетпак сниму, вот получается такой райончик в Арзамасе у нас находится, три вот таких вот красивых дома, я даже не знаю какой мне больше нравится, давайте сейчас посмотрим, что вообще здесь находится, вот заходим и здесь у нас уже сразу есть квартирки, но этими квартирами владеет получается разработчик, либо администратор, я не знаю. Вот давайте зайдем даже квартирку какую-то, вот Валентин белый как бы, и везде в каждой квартире одинаковый интерьер, и смотрится пацаны это очень круто, на самом-то деле смотрится просто очень круто, классный интерьер, все так классно проработано, в каждой квартире повторюсь из этих трех многоэтажек одинаковые интерьеры, вот такие вот красивые. Да, возможно вы скажете это хреново, потому что у каждого будет одинаковый интерьер, но пацаны, посмотрите просто как здесь все проработано, все красиво смотрится, реально просто по красоте, такой интерьер пиздатый я еще на самом деле не видел. Вот еще у нас есть вид из окна, конечно это не очень реалистично, потому что мы все-таки живем как бы на первом этаже, ну точнее не живем, а просто зашли на первый этаж, и у нас как-то этаж немного сильно высоко. ГОСКО у данных квартир пацаны 2 миллиона 100 тысяч, это можно кстати подняться наверх по ступеньках, либо подняться на лифте, давайте поднимемся на лифте на 13 этаж, не на 14 этаж, вот поднимаемся, и вот здесь у нас тоже есть квартирки, но повторюсь пока что их купить нельзя, потому что они все скуплены разработчиком. ГОСКО у каждой квартиры 2 миллиона 100 тысяч, и также можно кстати выйти на крышу, что очень круто, вот вы просто можете допустим выйти там утром зашли, выйти и посмотреть просто на Арзамас, реально это кайфово смотрится, на каждую крышу можно как бы вылезти, если что, это довольно таки круто, потому что можно скорее всего даже вертолет здесь припарковать, и потом например на вертолете полететь по своим делам пацаны, я думаю это очень круто, давайте переместимся в следующую башню, они по сути не отличаются особо, а не, хотя отличаются, здесь видите вот есть вертолетные места такие специальные, а на остальных крышах такого нету, а именно здесь можно походу будет парковать свой личный вертолет, это довольно таки круто, давайте зайдем, я вам покажу, интерьеры повторюсь везде одинаковые, абсолютно везде одинаковые интерьеры, вот даже вот сюда зайдем, такой же самый интерьер, пацаны, везде, в каждой этой башне одинаковые интерьеры, но выглядят они по-разному, я даже не знаю честно в какой бы я квартире, точнее в каком доме я хотел бы жить, скорее всего наверное вон том, вон том доме можно было бы в принципе жить, потому что он такой самый красивый, по моему мнению он самый красивый здесь, именно вот этот домик такой, шикарненький, симпатичненький, они все конечно красивые, но больше всего мне нравится именно вот этот домик, также пацаны добавили новую машину, но это я вам покажу уже в следующей серии, потому что сейчас я показывать все не хочу, потому что видео получится очень длинное, но так добавили новые машины, очень классные, одна из них вот BMW X5M, которую я себе очень сильно хочу, потому что посмотрите просто как она смотрится пацаны, реально шикарная машина, красивые диски, реально моделька очень классная, мне очень сильно нравится, их уже продают по 3,5 лямов примерно, эти машины, и я буду себе копить на одну из таких машин, что еще пацанова добавили, получается изменили иконку микрофона, он теперь выглядит по другому, и также есть лаунч контроль, давайте я вам покажу, зажимаем получается вперед и назад одновременно, и вон на спидометре появляется лаунч контроль, доступен этот лаунч контроль будет не на всех машинах, а именно на машинах премиум класса, но пока что этот лаунч контроль почему-то не особо работает, точнее он вообще не работает, возможно из-за того, что это админская машина, ну а так пацаны, смотрите просто какая красотень, реально красотища просто, также есть у этих домов подземная парковка, по-моему у каждого дома есть она, вот здесь получается мы спускаемся вниз, и здесь можно будет парковать свою машину, так смогу я заехать, да могу заехать, все хорошо, кто-то уже припарковал здесь свою машину, Porsche 911 тоже, видите, новенький, но повторюсь пацаны, машины мы посмотрим уже в следующем видосе, их там довольно-таки много новых тачек, и реально они пиздатые, реально очень классные, поэтому это мы посмотрим уже в следующем видосе, давайте я думаю пройдемся, наверное, по интерьерам, потому что интерьеры тоже обновили, первый интерьер пацаны это администрация области, очень там пиздатый интерьерчик, можете сами посмотреть, как это все выглядит, вот здесь получается будет паспорт получать, здесь можно семью создать, но у меня она есть в принципе семья, поэтому мне ее создавать не нужно, мониторинг зарплат, как бы здесь еще есть, который я посмотреть не могу, но интерьер реально пацаны шикарный, просто очень большой, он реально очень большой, но двери здесь не все открыты, пацаны, как бы вот вы можете сюда допустим зайти, это какая-то раздевалочка походу, я точно не знаю, так, давайте пройдемся дальше, так, вот здесь везде по-моему заглушки, вот что меня смутило, это именно как бы столовая, сейчас я вам покажу, вот у нас выход на двор, здесь находятся машины данной фракции, интерьер столовой на самом деле можно было изменить, потому что он вообще какой-то ублюдский на самом деле, ну вы сами видите интерьер как бы мэри, и интерьер столовой очень плохой просто, его нужно срочно менять, потому что оно не смотрится вместе, оно не сочетается вместе, кстати есть видите такой баг, то что ты заходишь получается именно вот сюда, и у тебя потом пропадают текстуры почему-то, вот выходишь обратно, пропадает текстура, это какой-то баг, но скорее всего это пофиксят, вот можно вот так вот сделать, зайти обратно, и все будет хорошо, так, давайте поднимемся наверх, я вам покажу что здесь находится, здесь у нас получается зал заседаний, как я понял, тоже очень красиво, все проработано, все красиво пацаны, реально сделали по красоте, просто красавчики, вот интерьеры на родине наверное самые пиздаты, которые я видел, просто в жизни, серьезно, как это все выглядит, это великолепно, по другому я не скажу, также можно на балкончик подняться, сейчас я вам покажу как это делается, так вот кабинет здесь какой-то есть, скорее всего это будет кабинет президента области, так, вот здесь у нас еще есть кабинет, а не, скорее всего вот этот кабинет будет именно, как бы, управление экономикой, ага, да, скорее всего это будет кабинет мэра, следующее, что бы я хотел вам показать, это интерьер центра занятости, он тоже изменился полностью, так вот здесь получается можно баллотильный телефон сделать, точнее посмотреть или деньги вдропнуть, а деньги дропнуть можно, понял, отклонить нажимаем, у меня и так денег особо немного, поэтому, здесь можно устроиться на работу, либо уволиться с работы, ну и вот здесь сделали новую систему, как на Аризоне, можно как бы делать раздачу, также кстати добавили новую систему светофоров, ну вообще полностью светофоры обновили внешне, и добавили вот такую панельку получается с правой стороны, здесь пишется сколько будет гореть зеленый цвет, либо красный, видите оно само переключается, показывается, видите, выглядит это очень круто, реально полезная тема, то что вы можете посмотреть сколько будет гореть красный свет светофора, либо зеленый свет светофора, это реально очень полезная тема и очень круто выглядит, вот получается такой индикатор сбоку есть, он как бы очень красиво выполнен, особо не мешает, глаза не бросаются, но реально очень полезная тема, то что вы можете смотреть сколько вам осталось, там допустим, чтобы проехать светофор, это реально круто, Также давайте я вам покажу Как обновили кольцо Там поставили какой-то памятник По-моему, матери и ребенка Сейчас я вам это все покажу В принципе, вот здесь у нас теперь Вот такой вот памятник Раньше здесь были деревья, трава А сейчас здесь сделали вот такой вот Красивый памятник В принципе, который мы можем посмотреть Вот получается мать с ребенком Памятник У меня, кстати, в городе есть похожий памятник Реально очень похожий Но не совсем такой, но похожий, пацаны Реально похожий Что-то мне немножко фризит Не знаю почему, но фризики есть такие небольшие Я извиняюсь за это Также, по-моему, обновили интерьер заправки Вот такой вот здесь интерьерчик сделали Такой реалистичный В принципе, такая коморка есть, кстати Хочешь отдохнуть Работай без защитной одежды А, прикольно Ну вот, короче, здесь такой интерьерчик Прикольный, реально, тоже реалистичный Интерьер они сделали, кстати, реально пиздатый Очень реалистичный Очень похожий Как у нас из реальной жизни Джетпак берем Сейчас посмотрим, как выглядит военная база Она находится также в Батырево Но ее полностью переделали Абсолютно полностью И сейчас я вам, в принципе, это все покажу Вот, военная часть Но здесь я уже нашел бах Здесь, короче, ворота плохо отображаются Они как бы здесь и есть Но они очень плохо отображаются Вот, видите Они сейчас открыты, по-моему Короче, здесь есть ворота, просто они почему-то невидимые Не знаю, в чем прикол, но ворота вообще невидимые Давайте сейчас я вам покажу, что здесь еще добавили Теперь можно, я так понял, брать канистру И заправить машину фракции Вот, видите Заправить армейский транспорт Либо лидер может сюда подойти и заправить все машины Я точно не знаю Здесь у нас, получается, есть производство Как бы на военной части Ну, то есть завод свой есть у них Они, наверное, здесь какие-то материалы делают Либо патроны, я не знаю Но у них есть вот такой вот личный завод Где они могут работать И за это, скорее всего, они будут получать денюжку Так, вот такие вот новые машинки добавили В принципе, ну, прикольные Такие камуфляжные В принципе, написано Армия России И, в принципе, вот такие вот ангарочки Здесь стоит просто транспорт Здесь вот такие джипсы Там танки стоят в первом ангаре Ну и вроде бы все Больше ничего такого здесь нету Вот, хаммеры еще стоят Ну и вот здесь стоят еще вертолеты Кстати, я заметил то, что ВЧ не сильно далеко находятся От, получается, Арзамаса Прям очень близко Вон, получается, вокзал И вот здесь уже находится военная часть Ну, через воду Здесь у нас вертолеты есть Вертолеты вроде бы как не поменялись Только я не понял, почему здесь нету истребителей Я думаю, они бы не помешали, как бы, на ВЧ Но почему-то их здесь вообще нету Ни одного просто Также, кстати, добавили возможность Включать радио в машине на букву R Получается английская И здесь можно включить радио И оно здесь будет играть Чтобы включить новую страницу Остановите предыдущую Нажав стоп Оно вообще играть мне интересно Я просто не знаю А, нихера себе играет Вам это не будет слышно Потому что там еще авторские права Но Оно играет, пацаны Вы можете ездить на машине И слушать радио Либо, возможно Можно будет загрузить свою музыку Ну, то есть, теперь в машине Есть Своя аудиосистема, можно сказать И это, пацаны, очень круто Реально Это очень круто То, что теперь есть аудиосистема Это прям охрененно, я считаю То есть, вы теперь можете ездить Слушать музыку И эту музыку слышат Другие игроки так же само Вот это, пацаны, реально Уровень просто Они даже, по-моему, об этом Не говорили в видосе То, что такая тема есть Но, пацаны, это круто Можете пользоваться Реально музыка играет И эту музыку слышат Другие игроки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok